Друзья, всем привет! С вами Никита Дилэй и мы продолжаем играть в нашу любимую карьеру на карте свопа Агра. Между сериями, друзья, закончилась стройка нашего завода Агрокорм и я, разумеется, посеял все поля. И они уже созрели. На 13 поле у нас растет пшеничка, потому что для сепаратора, в общем-то, она нужна. Ничмень там не принимается. На 31 поле я посеял подсолнухи, потому что для растительного масла вообще у нас нет ни канола, ни подсолнечника. В общем-то, большое поле я решил посеять подсолнечником. Ну а на 5 поле лаванду, опять-таки, для завода эфирных масел, дабы были денюжки. Далее, друзья, немножко по производствам. Соответственно, сепаратор закончил всю переработку. Здесь есть 260 кубов зерна и отруби. Соответственно, сегодня мы отвезем сюда пшеничку, еще разобьем, когда она соберется. И заберем отсюда чистое зерно, а потом отвезем его на мельницу. На мельнице, соответственно, то чистое зерно, которое мы сюда уже отвезли, полностью переработалось. Есть у нас тут мука и отруби также. Муки, кстати, немало, 98 кубов. Так что сегодня еще забьем. Там, получается, двойной урожай будет, насколько я понимаю. Потому что мы в прошлый раз не забирали чистое зерно, только забивали сепаратор. В общем-то, мельницей тоже надо будет сегодня заняться. Далее маслобойня, завод, который мы забили в прошлый раз. И, в принципе, то, чем мы его забили, еще не закончилось. Но если останется время, то, соответственно, посолнух, который мы соберем сегодня, мы сюда отвезем. Посмотрим, сколько его будет, во-первых. В общем-то, постараемся забить все это дело. Но вообще, растительного масла у нас уже тоже так прилично. 104 куба и плюс он еще 2,5 поддона так есть. Завод эфирных масел прекратил свою работу, потому что нужны поддоны. И, соответственно, картона здесь тоже мало осталось. Поэтому надо будет сегодня его возобновить работу. Это уже вручную мы отвезем картон и поддоны. Но остальное все будет по курсплейчику. Также, друзья, я в прошлой серии уже говорил, что мы сегодня займемся деревом. Попилим немного леса и отвезем его сюда на пилораму. Потому что брус у нас заканчивается, который для строительства у нас используется. Биогаз тут есть. В общем-то, все есть, кроме дерева. Поэтому дерево надо будет попилить и сюда отвезти. На фабрику поддонов, соответственно, мы тоже здесь попилим рядом. Плюс биогаза, наверное, сюда отвезем немного. Ну и, друзья, раз мы сегодня собираемся пилить, то почему бы сразу тогда не купить производство бочек, бандарный цех, и не забить и его. Бочки нам понадобятся для производства кваса в будущем. И чтобы отдельно, в общем-то, этим не заниматься, раз уж мы сегодня будем пилить, то давайте, наверное, мы сегодня купим за 51 тысячу бандарню. И, соответственно, ее мы тоже сегодня забьем. Сюда тоже самое. Биогаз, бревна, в общем-то, больше ничего не надо. Далее, друзья, химпром. Тут, как обычно, у нас закончились полимеры. Мешков, благо, хватает их тут довольно много. Уже насобиралось. Соответственно, два прицепчика полимеров нужно будет сегодня привезти. Благо, они у нас тоже есть. Нефти, кстати, осталось на переработку всего лишь 500 кубов. Всего остального в достатке. Это хорошо. Ну и, друзья, последнее производство, которым мы сегодня будем заниматься, это свеженький построившийся агрокорм. Соответственно, как мы видим, здесь три производственные цепочки. Делается корм для свиней, корм для коров и корм для рыб. У нас есть все ресурсы, чтобы запустить все эти цепочки. Для корма для свиней нужны отруби. Канола, семечки или сои. Семечки, насколько я понимаю, подсолнух. Картофель или свекла. Вода и кукуруза. На самом деле, дохрена, блин. Для коровок нужна солома, силос, трава и вода. А рыбкам нужны отруби, жмых и вода. Жмых у нас, кстати, есть на этом самом, на заводе растительного масла. Я, собственно, именно поэтому его построил именно сейчас, перед агрокормом. Соответственно, это дело нам тоже надо будет сегодня все забить. Также, друзья, за кадром я убрал, наконец-таки, лужайку, траву и сено оттуда. Так что теперь у нас есть дохренища травы, дохренища сена. А вот силос, друзья, я почти весь продал. Осталось полтора миллиона. И поэтому у нас, кстати, дохрена денег. Но силос у нас есть еще на ферментаторе. Поэтому мы, если что, сможем его сюда привезти без проблем. А еще мы без проблем можем покосить лужайку и переработать это все дело в силос. Так что с этим делом все нормально. В общем-то, планы на сегодня у нас ясны. Давайте приступать работать. Для начала, как обычно, выставляем всю технику работать на маршрут. Первым поедет работать комбайн, который будет убирать пшеницу. Соответственно, у него самый простой, что ни на есть, маршрутец. В общем-то, запускаем. Стартанем мы, как обычно, вручную. Только единственное, соломку, конечно, нам нужно отделять. Соответственно, с ближайшей точки давай, товарищ, едь, собирай. Пшеница вроде как будет довольно-таки дохрена здесь. В пару к этому товарищу поедет работать у нас Татра. Соответственно, у нее простой маршрут на доставку на базу всего этого дела на хранилище. Давайте его запустим с ближайшей точки. Блин, он, наверное, опять на дорогу поедет, да? Ладно, он в любом случае доедет. Все время он так начинает. На пятом поле у нас растет лаванда, поэтому работать будет вот этот наш любимый товарищ. Соответственно, да, его можно просто даже со стартовой точки запустить. Сзади подъехать. Здесь на самом деле пофиг найти все копейки. Ну и в пару к лаванду-уборщику поедет работать наша Черная Татра. Соответственно, по маршруту доставки с пятого поля. Запускаем этого товарища по маршруту. И что, он на базу сначала поедет, да? Не, нехорошо это получается. Давайте мы развернемся и вот здесь вот на дорогу его поставим. Вот так вот. Все замечательно. Сейчас главное, чтобы он подъехал к нему нормально. Подъедет. Без проблем. Комбайн у нас два круга будет делать, поэтому могут быть косячки на первых кругах, а потом все пойдет как по маслу. Это уже проверенная вся идея. Ну и 31-е поле. Также у нас Нью Холланд здесь будет работать. Так что этого товарища мы тоже запускаем вручную. Все как обычно. Стартуем. А, я маршрут генерировал на двух рабочих. Ладно. Придется переделать. Ничего страшного. Давай, друг. Значит, с ближайшей точки я в тебя верю. Едь работай. Ну и белая Татра, которая не совсем белая. Что-то я как-то забываю все помыть технику. Соответственно, стандартный маршрутик. Они, я думаю, тоже справятся без проблем. Ну и немного отпустив вперед комбайн, который отделяет солому, можно запускать со стартовой точки и подборщик соломы. Он будет возить и сразу эту солому продавать. Я думаю, он тоже справится без проблем. Хотя сейчас они могут там столкнуться на первой проходке. Ну, у них вроде все должно получиться. Далее, друзья, запускаем нашего перевозчика. Первое, что он будет возить, это зерно на сепаратор. Он будет возить туда пшеницу, но мы ставим загрузка при и разгрузка при 100%. То есть, он туда поедет, как только наберется 100%. Соответственно, нужно будет ему сделать всего лишь 5 рейсов. Он сейчас заполнится. У нас 30 тысяч пшеницы осталось. Он заполнится всего лишь на 30 тысяч и будет ждать, пока сюда привезут пшеницу первый рейс. Вот, в бункере не осталось выбранного продукта. Подождите немного. Соответственно, сюда приедет пшеница, и он заправится и повезет ее на сепаратор. Ну и, друзья, теперь пришла пора поработать нам самим. Начнем, пожалуй, с самого муторного. Это отвезем воду. Воды надо дохрена на агрокорме, но мы отвезем пока по одному прицепу везде. Там три цепочки производства, три линии. В каждую из них надо по 200 кубов, но мы отвезем по 100. И, соответственно, с прошлой серии у нас здесь топливо осталось, которое мы не смогли выгрузить. Мы его продадим на заправке за полцены. Ну, как за полцены? Половина просто вылится в землю, половина продастся. Увы, освободить его отсюда других вариантов никаких нет. Топливо больше нигде не нужно. Ну, соответственно, поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, друзья, с водными процедурами мы закончили. Водичка теперь на агрокорме есть. И теперь, друзья, мы повозим поддоны и картон. В принципе, тут по-быстрому. Заедем на склад, возьмем 10 поддонов с поддонами, 10 с картоном. Точнее, чуть меньше 10 с картоном, потому что в прицеп это все не влезет. И, в общем-то, отвезем это все на завод эфирных масел. Так что, друзья, поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну и что, друзья, лавандовый завод мы опять запустили, точнее, завод эфирных масел. И химпром мы опять запустили. Отвезли мы туда полимеры. Тем временем, друзья, у нас уже пятый рейс отвез пшеницы тот, кто, собственно, возил пшеницу. И мы знаете, что сделаем. Давай, дружище, проезжай, мы тебя пропустим. Следующая его работа, которую ему предстоит делать, это отвезти чистое зерно обратно на базу и отруби. Это у нас маршрут-сепаратор-база. Надо его включить, потому что есть одна хитрость на этом маршруте у нас. Я, друзья, когда его записывал, третий раз, когда я обратно возвращался, специально проехал правее на кругу, чтобы отсюда, соответственно, его можно было поставить. Соответственно, мы ставим вот здесь отруби. Надо, кстати, посмотреть, сколько там, чего у нас уже скопилось. Смотрите, отруби 142 куба, очищенного зерна 260. Три раза пускай едет, тогда он отвезет 240 зерна и 120 отрубей. Так что ставим три раза и с ближайшей точки запускаем этого товарища. Он, собственно, все сделает. Ну и далее, друзья, заполним мы завод агрокорма. Мы его не будем полностью забивать. Это я потом то ли сделаю за кадром, то ли запишу маршрут на курсплей. Но сейчас у нас занят на курсплее наш трактор, который занимается доставкой. Пускай возит. Мы сейчас вручную по одному прицепу всего отвезем. Не полностью, а по одному прицепу. И начнем мы, пожалуй, с корма для коров. Сюда нужна солома, силос и трава. Поэтому перемещаемся в нашего америкоса и поехали возить солома, силос и трава. Итак, друзья, линия по производству корма для коров запущена. Так что корм коровкам нам будет делаться. Давайте теперь займемся кормом для свинок, которых у нас пока что нет. Но для того, чтобы их заводить, надо сначала сделать им жрачку. Соответственно, сюда нужно отвезти кукурузу, картофель или свеклу. Ну, у нас есть свекла, поэтому повезем свеклу. Канола, семечки, соя. Мы отвезем сюда сою, потому что у нас она есть и больше она нигде не используется. А семечки у нас пойдут на растительное масло. Ну и, соответственно, прицеп отрубей. Так что, в общем-то, погнали. Продолжение следует... Ну и, друзья, свинкам мы все отвезли. Остались только корм для рыб. Для его производства нужны отруби и жмых. Отруби у нас здесь осталось всего 70 тысяч, поэтому мы сейчас поедем еще на мельницу. Сюда просто не скоро привезется еще. Поэтому поедем еще 10 кубов возьмем на мельнице, а жмых у нас на заводе растительных масел. Поэтому за ним мы поедем туда. Правда, не знаю, сколько его там, наверное, прицепа у нас не хватит. Но, в любом случае, хоть что-то, да, отвезем. В общем-то, погнали. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Ну и что, друзья, работают у нас теперь все три линии. Блин, здесь так шумно на заводе стало, что просто капец. Со всех сторон разрываются эти звуки производств. По-моему, для свиней самые громкие. Ну и ладно. Соответственно, друзья, посмотрим заодно, в какой пропорции у нас что производится, какие ресурсы требуются, в какой пропорции. Жмых оказалось 75 тысяч пока что переработано. Ну и ладно, вроде нормально. Далее, друзья, мы, как и собирались, будем пилить лес. Для этого, правда, надо взять некоторое оборудование в аренду. Во-первых, нам понадобится скорпион. 25 тысяч за аренду и за час работы 15 тысяч. Я не знаю, может быть, за час мы исправимся. В общем-то, берем этого товарища. Далее, низкоравный прицеп, чтобы этого самого скорпиона можно было бы отвезти на место. Ввиду того, что нам в три места нужно будет съездить пилить деревья, то эта хреновина, в общем-то, очень понадобится. Поэтому ее тоже берем. После того, как мы попилим все деревья, нам надо будет выкорчевать все пни. Поэтому корчеватель пней также берем в аренду. А также, друзья, надо будет собрать все опилки, которые будут сыпаться, ввиду того, что мы там будем все это дело пилить. Для этого мы возьмем еще фрезу и прицепчик на 47 кубов. Я думаю, должно его хватить. Вот такой вот набор мы сейчас набрали. И в 32 тысячи это все дело нам обошлось. В общем-то, соответственно, привезли мы все оборудование на первую пилораму. И, в принципе, можно браться за работу. Я думаю, что 15 деревьев на каждой пилораме мы сегодня спилим. И этого должно хватать. Пилить мы их будем по 6 метров короткие, потому что на бандарне и на поддоновой фабрике они все не влезут. И чтобы их аккуратно, скажем так, сложить там рядом, я думаю, что они будут покороче. Хотя давайте на самом деле именно там сделаем короткие, а здесь можно и длинные. Соответственно, длину распила меняем тогда на 10 метров под прицеп. Здесь будем 10-метровые пилить. Ну и погнали тогда! Субтитры сделал DimaTorzok Вот они, друзья, 15 деревьев. Все у нас попилено. Теперь нужно все это дело отвезти на пилораму. В принципе, тут недалеко. У нас, тем более, есть прицеп с собой, который с автопогрузкой. В общем-то, это довольно быстро сделается. Только вот фасттрек завершил работу. Он отвез отруби и очищенное зерно на базу. Соответственно, сейчас его нужно поставить на маршрут зерно в мельнице. Так что поехали в сторону мельницы, поставим его на маршрут. Возить он будет очищенное зерно. Очищенного зерна у нас есть 240 тысяч. Поэтому 6 раз, 6 прицепов мы говорим отвезти нашему трактору. С ближайшей точки погнал. А мы возвращаемся к нашей лесопилке. Соответственно, давайте возьмем вот этот вот прицепчик и закинем все бревна на переработку. А помните, где-то это уже было, да? В прошлый раз у нас случилась та же самая история, и мы пытались перевернуть все это дело. И как ни странно, у меня это получилось со второго раза. Какой я молодец-то. Опыт не пропьешь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И так, в общем-то, мы все сделали. Вроде как ни одного бревнышка я там не забыл. Единственное, вот вывалилось одно. Мы его так, тыдыщи, закинем. 375 тысяч, в принципе, да хватит. 500, вон сколько бруса получилось в прошлый раз. Так что все норм. Загудела тем временем у нас пилорама. А мы поехали, давайте выкорчаем эти гребаные пни. Я, в общем-то, надеюсь, что я ничего не забыл и выкорчевал все. Но если нет, то, в принципе, и хрен с ними. Как-нибудь в другой раз. Если нам доведется, конечно, здесь еще попилить. Ну и последнее, что здесь нужно сделать, это собрать опилки за собой. Всю щепу. Так что поехали, чтобы земля чистенькой была. Ну что, вроде все. Даже пропылесосили за собой. Это неплохо. Давайте-ка мы еще заберем оставшиеся опилки, которые у нас здесь есть. Все равно через базу сейчас будем ехать на следующее место. А здесь у нас нихрена и нету. Ясно, понятно. В общем-то, здесь мы закончили. Давайте переезжаем на другое место. Тем временем, кстати, у нас закончил работать комбайн, который убирал лаванду. Поэтому отправляем транспорт на разгрузку. А этого чувака просто останавливаем и сворачиваем. А этого грузовика мы, друзья, кстати, отправим знаете куда? Мы ему загрузим маршрут 31-го поля. Пускай помогает этим товарищам, потому что там очень долго ждет, пока съездит на базу разгрузиться. Комбайн простаивает. В итоге пол поля только убрали пока. Ну вот, и комбайн мы этому товарищу поменяем. Тот, который поближе. Выезжаем вот на это поле и давайте со стартовой точки, пускай съездит, разгрузится, выгрузит лаванду и потом приезжает сюда. Здесь у него есть работа. А тем временем, закончил работу товарищ, который возил зерно. Поэтому мы сейчас посмотрим, сколько у нас есть всего лаванды. 344 тысячи. 60, кстати, у нас уже здесь лежало. 280 тысяч с пятого поля получилось. Как-то не густо. Соответственно, этот маршрут сбрасываем и загружаем лаванда ZEM. Соответственно, 9 раз этому товарищу нужно будет скататься, так что пускай ездит. А мы продолжаем пилить. Я думаю, здесь мы по 10 деревьев попилим везде. Больше, я думаю, не надо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну что, друзья, если я правильно посчитал, то здесь 10 деревьев. Соответственно, около фабрики поддонов еще 10 лежит. И теперь их нужно собрать, что-то закинуть уже на производство, что-то оставить просто рядом лежать, но более-менее аккуратненько, потому что то, как мы их сложили, это такая себе идея. В общем-то, давайте возьмем Америкоса и, соответственно, поскладываем все это дело. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну и сколько здесь получилось? 75% получилось. Все остальное, в общем-то... Хотя, на самом деле, наверное, оно даже влезет. Что-то мне подсказывает. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Слушайте, а все сюда влезло. Даже чуть-чуть места осталось. Ну и ладно, погнали тогда на бандарню и проделаем ту же самую операцию. Там, кстати, может не влезть. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Да, друзья, вот этот вот пять бревнышек, вот эти не влезли у нас, поэтому мы их сейчас аккуратненько сложим рядом. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Например, вот сюда. Ну вот, и они аккуратненько будут здесь лежать. Соответственно, дальше задача у нас выкорчевать пеньки и собрать за собой щепу. В общем-то, начинаем с пеньков, как обычно. Погнали! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну и, друзья, чтобы не везти на базу эту щепу, мы ее привезли на картоновую фабрику. Здесь она все равно нужна. Все, кстати, на ней хорошо. Все делается. Сколько у нас там картона есть на складе? 166 тысяч. Кстати, это уже нормально. Надо будет это все дело повывозить. Ну и последний штрих, друзья, чтобы все это дело у нас зашуршало и у нас начали производиться бочки, нужно сюда привезти биогаз. Так что поехали, возьмем наш маленький прицепчик, который передний, скажем так, из сцепки автопоезда. Наполним его и привезем, соответственно, сюда. Раскинем пополам это дело на бандарню и, соответственно, на производство поддонов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Фу, друзья! Я, честно говоря, очень устал за сегодня, но сделал все, что хотел. Я эту серию записываю 5 часов 16 минут уже. Поэтому я, честно говоря, трохи задолбался. Уже он полтретьего ночи. Я как-то планировал побыстрее все это сделать, но, увы, не получилось. Зато все, что планировали, все сделали. Итого, друзья, что мы имеем? Вот этот товарищ у нас возит лаванду. Ему еще осталось 3 рейсика сделать. Или 4. 5-й заканчивает из 9-ти. 6-й, 7-й, 8-й, 9-й. Да, 4. Что с математикой у меня плохо под вечер. Соответственно, уборка 13-го поля тоже уже подходит к концу. Долговато они все это делали, но ладно. Зато четко и практически нас не беспокоили. Только вот этот вот красный зверь почему-то вот увидел меня сзади и что-то с ума сошел. Вписался где-то, испугался начальству. Короче, не знаю почему. 31-е поле тоже почти убрано. Тут не так много осталось. В общем-то, в целом, все хорошо. Работа идет. А в следующий раз, друзья, мы с вами уже обзаведемся животными. Купим коровок себе. Соответственно, коровник. Он будет миллион стоить. Туда коровок купим. А также, друзья, будет небольшой гайдик по комбинированным маршрутам. Я, в общем-то, за сегодняшнюю серию придумал. Пока сам возил это, придумал, как это сделать. Соответственно, у нас здесь дохренища точек разгрузки разных. И, в общем-то, детально, скажем так, мы посмотрим, как это все делается. Боже мой, как оно орет. Кстати, 25 тысяч корма для рыбы уже сделалось за сегодня. Для коровок 32 тысячи. Да, быстро производство шуршит. Поэтому, друзья, в общем-то, мы запишем сложные маршруты. Ну, точнее, как сложные. Я покажу вам, как накомбинировать все это дело. Потому что для загрузки всего здесь нужно писать... Давайте посчитаем просто. Раз, два, три, четыре для свиней. Два для рыб маршрута. И три для коров. То есть, с базы практически одинаковых нужно делать девять маршрутов. Мы же, друзья, я вам покажу, как это накомбинировать, чтобы с базы сюда съездить всего лишь один раз. Тем более, давно меня об этом просили. Правда, там больше по перекресткам просьб было. Но, ладно, что-то да будет. Ну, и, конечно же, еще пассивная нас ждет. На этом, друзья, я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. Впереди много всего интересного. Свопа Агро на 19-й ферме. Свопа Агро и все такое. Ставьте большие пальцы вверх. Серия реально запарила меня сегодня. Много труда. И при монтаже тоже будет много труда. Поэтому, в общем-то, поддержите, пожалуйста, лайком. Пишите свои комментарии по поводу прохождения, вопросы, предложения и все такое. Рассказывайте о канале, друзья. Вступайте в группу в Дискорде. Подписывайтесь на лайв-канал, на котором идут стримы. На этом, друзья, все. Всем спасибо за внимание. С вами был Никита Дилэй. Всем всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok